Как определить веру? А кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших будут сопровождать сие знамения, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей и, если что, смертные испеют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Если исходить из этого определения, конечно, никого из нас верующим назвать невозможно. Мы настолько слабы в вере, что на нас не исполняют слова Христа, через нас Господь не творит чудес. Но все-таки верующий человек — это тот, кто вместе с отцом бесноватого отрока может, как в Евангелии описывается, сказать «Верю, Господи, помоги моему неверию». Видя слабой своей веры, попросить у Бога веры как дара. И вот вера как дар, по слову Иоанна Богослова, это когда человек родился от Бога, когда человек стал чадом Божиим. Верующим во имя его дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. Какова вера, свидетельствующая о том, что человек родился от Бога? Это вера, которая меняет жизнь. Это не просто набор неких убеждений, какая-то такая догматическая, философская конструкция, которая не имеет отношения к никакой жизни и никак ее не меняет. Нет, это вера, исходя из которой я вот это делаю, а вот это не делаю, потому что я верующий, потому что Бог реально присутствует в моей жизни. Если я говорю, ну что-то там есть, ну мы, конечно, все крещённые, но понятно, что мы русские, поэтому мы православные, например, да, такое можно услышать, то нет, это не вера. Вера — это когда человек говорит, я не возьму вот это, потому что это чужое, потому что я верующий. Или я не буду смотреть на чужую жену, потому что я верующий. Или я не буду там говорить гадость или лгать, потому что Бог не велит. Вот такой человек, его уже можно назвать верующим. Более того, наверное, именно христианская вера, может быть, точнее всего, определена словами апостола Павла о вере. Вера, действующая любовью. Во-первых, действующая, а во-вторых, творящая дела любви. То есть вера, которая не просто меняет жизнь и отгораживает от грехов человека, а которая распространяется через дела любви на окружающих людей. Вот это и есть настоящая вера христианская. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!